Госсекретарь США Энтони Блинкин прибыл в Тель-Авив. Президента Украины Зеленского рядом с ним не оказалось. Дело в том, что несмотря на желания украинского лидера посетить Израиль вместе с американской делегацией, главе киевского режима культурно отказали, заявив неподходящее время. Парламент Румынии накануне тоже отказал выступление. Вместо теплых оваций Зеленскому задали ряд неудобных вопросов. Впрочем, что к чему в комментарии главы МИД России Сергей Лавров прокомментировал поездку Зеленского в Румынию. В присутствии коллег смех сдерживали с трудом. Это ЛЕН-ТВ 24. Я Гульнара Хабирова расскажу, какие разговоры сейчас ведут на Украине в свете войны на Ближнем Востоке. Слухи о том, что Украину готовят превратить во второй Израиль, не стихают несколько дней. Впрочем, простых украинцев давно волнуют еврейские корни депутатов, мэров и президентов своей страны. Вот невооруженным глазом видно, что вся власть захвачена представителями еврейской национальности. Согласитесь со мной. В переводе с еврей, как я прочитала, еврей, слово еврей, означает проходимец, преступник. Не это ли прикинь накроет о том, что вот такое массовое бороство, грабежи государственной кассы, преступления, деградация нашего общества. Мы бы вам, евреям, спасибо сказали, если бы у нас жизнь нормальная была. Вот оппозиционный депутат Илья Киева считает, что израильтяне могут занять запад Украины, так как это их земля. Исторически. Израиль, проигрывая в этой войне, а в этом у меня сомнений нету, потому что союзники, которые сегодня поддерживают мусульман или исламский мир, достаточно сильные, совершат свое, наверное, историческое, сакральное действие, переселение. Куда? Туда, куда указывали цадики, праведники иудеев, приезжая 300-500 лет назад и умирая, оставляя могилы, как фарватер для своего народа, который должен переселиться, будет на плодородные земли западной Украины. Фактически там, где они всю жизнь и обитали. Ролик с участием Киевы посмотрели и солдаты ВСУ. Судя по всему, Зеленский, в последнее время выражаясь словами Лаврова, достал не только Запад, но и простых украинцев. Пане президента, ты что, блядь, Бога за запазуху подержал? Чи храброй воды там выпил, блядь? Сука! Сейчас только наладится обстановка у нас на фронте, блядь! Поверь! Уже столько незадоволенных тобою воинів, что, сука, бежіть! Ой, бежіть оттуда, блядь, с той рады, а иначе вас, блядь, ждет велика карма. Ну що ж, країни нашої мрії не буде. В принципі не може бути. Натомість буде великий Ізраїль. Ну а как будут развиваться события дальше, обязательно покажем. Самое интересное на нашем канале. Рекомендую подписаться.